Сокровищница 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 что все то, что дается в наших синагогах и церквях, должно быть открыто. И, пожалуй, самое главное, что отсюда следует. Когда мы отдаем Господу Богу нечто, то согласно еврейской традиции мы отдаем Ему не деньги. Деньги есть эквивалент нашей жизни, потраченной на труд. То есть, если мы отдаем Ему дневной заработок, мы фактически посвящаем Господу Богу день нашей жизни. Если мы отдаем Ему недельный заработок, это мы посвящаем Ему неделю нашей жизни. Поэтому отношение к деньгам – это не отношение к презренному металлу, это отношение Господа Бога к нашей жизни. Мы созданы по Его образу и подобию, и мы возвращаем Ему часть Его в образе и подобии. Три дня, четыре дня, пять дней и десять дней. Идеально Господь Бог хочет, чтобы мы отдали Ему всю жизнь свою, и тогда Он полностью о нас заботится. Но, понимая наше ограничение как человека, Он предлагает нам возвращать хотя бы часть того, что и так принадлежит Ему. Поэтому все, что есть в наших сокровищницах – это наша жизнь. А наша жизнь – есть нечто, дарованное нам Господом Богом. Приятно возвращать долги. Именно этого Господь Бог требует от нас. Будь мы богаты или будь мы бедны, как эта вдова. Важное не количество, а сердце ли это идет, и отражает ли оно на самом деле то, что принадлежит Господу Богу. Я очень надеюсь, и я верю, что когда мы читаем вот эти слова Писания здесь, именно в этом месте, это еще больше направит нас слушать Господа Бога, и, что самое главное, исполнять Его волю, дабы всем нам пребывать благословением. Справа от меня сокровищница. А слева иллюстрация того, о чем мы с вами только что говорили. На фоне камней, скидутых с храмовой горы, горы Мария, вот которой нагромодили здесь, стоит небольшой обелиск белого цвета с черной надписью, что все, что у нас сохранилось на сегодняшний день, и как бы облагорожено, и сделано возможным для нас сегодня смотреть, благодаря деньгам некоего бизнесмена, чье имя, как думает он, увековечено на этой черной табличке. Ну что ж, люди везде всегда остаются людьми, им очень приятно, когда все знают, кто сделал для них какое-то конкретное добро. В данном случае при помощи многих миллионов, других меньшего количества денег. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание, сакцентировать вот на чем. Можно всю жизнь искать благоволение у людей и ничего не добиться. А даже если добиться, то в конечном итоге оно таковым и останется, а у Господа Бога будет другое мнение по этому поводу. Мне бы очень хотелось, чтобы наши имена были написаны не на вот таких табличках. Ну что ж, если кому-то это необходимо, пусть так и будет. Но мне очень бы хотелось, чтобы наши имена были бы написаны вот в тех самых списках, в тех самых книгах, которые будут зачитаны и открыты в день Оны, когда мы все предстанем перед Творцом. И вот там-то, вот уже действительно, всем станет абсолютно ясно, не только нам, мы-то хорошо знаем, сколько мы вложили в сокровищницу Божию, и в буквальном смысле слова, и в переносном, и в материальном, и в духовном. Это та табличка, которую нам надо искать прежде всего. А это все временное. Будем же искать вечного. И в этом благословение Господа Бога. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok